Доброго всем дня, друзья! Меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня мы будем выполнять достаточно интересный челлендж, который очень длинный сам по себе и здесь. Можно его даже назвать таким своеобразным квестом, потому что здесь очень-очень много таких последовательных действий, которые мы сегодня вместе с вами будем выполнять и посмотрим, что у нас из этого выйдет. В общем-то, суть челленджа такова. Я собираю машину, корпус я должен выбить из ящика без коронок. Я подготовил два ящика. Один большой, ну супер ящик, а другой маленький, потому что мне может такое случиться, что не выпадет никакой корпус из деревянного ящика, ну а вот из супер ящика уже вроде бы как должен выпасть корпус. Вот. Дальше, получается, я должен поставить оружие, которое меня убьет соперник в быстром бою. Я нажимаю на быстрый бой, меня там парень убивает, я ставлю такое оружие. Надеюсь, оно у меня будет. Так. Дальше я дополнительную деталь ставлю ту, которая стоит у человека, который находится на 15 месте в турнире. То есть я захожу вот сюда, и здесь у меня чувак на 15 месте. Я ставлю дополнительную детальку, как у него. Дальше мне нужно поставить переднее колесо, которое стоит у 329 места в золотой лиге. То есть смотрите, я понял то, что здесь у него немного отпечатка, ой, опечатка произошла, потому что здесь максимально это 50. Я понял то, что, получается, это из глобального топа у людей нужно у чувака, который на 329 месте взять переднее колесо. Или какое? А, да, переднее колесо, а заднее у человека, который находится с правой стороны на ставках. Ну, я так понял, это на быстрых ставках, потому что они тут выше, как бы, так что заднее колесо мы возьмем именно с этого парня. Тут я еще ставку специально поставил, чтобы этот парень не пропал. Вот. Ну, в общем-то, с такой машиной я должен сделать 6 побед. Он не говорит то, что 6 побед нужно сделать подряд, так что челлендж от этого немножечко легче становится. Ну, в общем-то, давайте мы сейчас начнем открывать ящики и приступим к выполнению этого достаточно интересного квеста. Очень парень постарался, когда его писал. Я ему за это очень сильно благодарен. Спасибо то, что вот такие вот прикольные мне челленджи даете. Так, с мне выпала классика военная и валун. Он говорил то, что ставить корпус, если выпадет два, то ставить именно первый. Мне выпала классика. Я еще такое говорю, думаю, то, что мне не выпадет ни один корпус из деревянного ящика. А мне тут аж два выпало. Ну, ладно. Так, что-то немножечко здесь у меня кэтс подлагивает, но надеюсь, что сейчас все окей будет. Так, мы берем вот эту классику и идем, что ли, в быстрый бой. Посмотрим, какое оружие будет у моего чувачка. Ну, у него ракетница, так что давайте сейчас мы поставим ракетницу. Че? У него, кстати, корпус такой же, как у меня. Очень прикольно. Надеюсь, у меня такая же тачка, как у этого парня, не соберется. Так, мне сейчас нужно зайти в оружие и поставить ракетницу. Она у меня с плюсом для кометы, но у меня здесь вот еще такая вот есть ракетница. Так что, ага, мы ее поставить не сможем, потому что не хватает энергии. Но придется эту. Как раз у меня остается, получается, две энергии для доп. детали. Окей, дополнительную деталь мы ставим ту, которая стоит у человека на 15 месте в турнире. Давайте запомним его ник. У него он достаточно тяжелый для меня, потому что я разницы между 15 местом и, например, каким-нибудь третьим вообще не вижу и будет достаточно тяжело. Давайте запомним последний знак. Он такой в квадратике, так что давайте попробуем его найти. Так, это не тот парень. Это вообще иллюминат без ника. Так, так, не те, не те, не те. Так, это не тот, не тот. Ну все, по-моему, единственный чувачок остался. Вот. Это что мне надо у него поставить? У него нитро, получается, стояло, да? Это же у нас валун. Почти прыгу, но что-то у него нитро не так немного стоит. Ладно. Получается, мне нужно поставить на мою классику нитро. Это, на самом деле, очень классно, потому что нитро неплохо так сыграет с классикой, потому что, ну все-таки она будет заезжать под врагов, и это очень-очень классно. Так, теперь идем дальше. Мне нужно взять переднее колесо, как у парня, на 329 месте. Это очень долго, на самом деле, листать. Вот раз я пытался, ну все-таки долистал, конечно, и посмотрел, что там за парень. Но мне кажется, что сейчас там чувачок изменился, так что давайте мы перемотаем все-таки еще раз и посмотрим. Вот, я все проверял для того, чтобы точно выполнить этот челлендж, без всяких казусов, ошибочек. Да, кстати, он изменился, потому что, по-моему, здесь у парня был ник, ну, иероглифами написан, а сейчас у него такой обычными буковками английскими. Так, и мне нужно поставить, как у него, переднее колесо. У него переднее колесо — это диск, так что мы этот диск сейчас и поставим. Он, конечно, у него золотой, но как бы у меня золотые детали не открыты, так что все-таки придется ставить обычный диск. Переднее колесо. Блин, на классике переднее колесо — диск. Ух, будет тяжеловато, потому что даже под врагов не заедешь. Ладно, заднее колесо мы поставим у чувака, который с правой стороны на ставках. Блин, а там шкив, да? Да, блин, тут шкив. Блин, капец, какая-то смешная тачка получается на самом деле. Под врагов даже теперь не заедем. Ну ладно, давайте попробуем. Может быть, что-нибудь прикольненькое все-таки получится. Так, ну тут у меня плюсиков нет для меня специальных. Может, у меня помощнее был шкив, кажется? Ага, вот его лучше поставим. Ну вот такая вот интересная у нас машинка получилась. Мы полностью ее укомплектовали. У нас здесь есть и ракетница, и нитро. Доп-деталь как бы есть, и оружие само есть, сам корпус тоже неплохой. Ну вот такая вот интересная тачка. Самое в ней тупое то, что немножечко странное расположение все-таки колес, потому что мы не сможем заезжать под врагов. Ну, в общем-то, перед тем, как мы начнем, наверное, делать вот эти вот победы наши, мы, пожалуй, посмотрим ставку, которую я сделал. Надеюсь, я сейчас побежу, побежду. Вот, но я на самом деле в этой ставке не особо уверен, но может быть что-нибудь выйдет. Такс, и... И... О, щит. Когда топ прогнозер. Все-таки не повезло. Ладно, установим эту детальку. Денюжек не жалко. И поставим, наверное, на новую. Так, здесь у нас что? Угу. Ну, наверное, все-таки вот этот парень победит. Мне нужно найти тот мой бигфут. Просто я его хочу прокачать. Мне он так нравится немножко. Вот. Ну, немножечко ушли от темы. Поставили на ставку. Идем дальше выполнять вот этот вот наш интересный челлендж. Смотрим. Хотя бы одного парня нам точно нужно победить. А потом еще шесть. Ой, еще пять. Вот. Тут как бы без побед подряд. Так что можно спокойненько проигрывать. И просто, ну, немножечко хотя бы следить за тем, сколько человек мы сможем в итоге выиграть. Так, а вот этот парень вот интересный. Мы все-таки смогли под него заехать. И первая победа у нас уже есть. Очень хорошо. Буду загибать пальцы. Чтобы не сбиться со счета. И нам, кстати, выполнил неплохой такой ящик, если честно. Теперь все у меня в супер ящиках. Ящик крут. Так, а вот этого парня сможем? Ну, хотя мне кажется, нет. У него все-таки циркулярка. И она, несмотря на то, что мы его переворачиваем, все равно... Ну, не переворачиваем. Как бы заезжаем просто под него. Она нам все равно наносит урон. Ну, с этим парнем тоже без шансов. Как бы он вообще мощный, крутится, вертится весь. Капец просто. Проигрываем. Пока только одна победа. Наверное, будет тяжеловато. Ну, вот с этим парнем можно было, конечно, посоревноваться. Но что-то как-то... Вот видите, что получилось. Не то. Совсем не то. Так, а вот этот вот интересный. Надеюсь, сейчас мы его подкинем. Отлично. Вторая победа у нас в кармане. Конечно, мне кажется, что сейчас стены начнут открываться. Но мы все равно его затолкаем, я думаю. Все. Вторая победка у нас есть. Это очень-очень хорошо. Продолжаем выполнять этот крутой челлендж. И надеюсь, что все-таки 6 побед, ну, хоть как-то мы сможем сделать. Ну, здесь циркулярка без шансов, я думаю, потому что, ну, она в любом случае наносит нам урон, даже если мы переворачиваем. Ну, не переворачиваем. Почему я говорю переворачиваем? Мы же просто под него заезжаем. Так, ну, здесь мы сами заехали на противника, так что без шансов. Сразу можно выходить. Вот этот вот парень, ну, думаю, нас победит. Все-таки циркулярка, как бы, что с ней поделать, что... В любом случае наносит мне огромное количество урона. Вот этот парень интересный, но я думаю, что мы отлетим. И, как бы, если бы мы успели... Отлично, отлично, мы успели. Хух, повезло. Третья победа у нас есть. Это супер-классно. Пока что все идет достаточно хорошо. И мне уже кажется, что выполнить этот челлендж не так уж и, ну, легко. Потому что... Ой, не так уж и сложно. Потому что, ну, как бы, половину мы уже сделали. Этого парня, интересно, сможем поднять? Ну, блин, все-таки почти, но что-то немного не хватило. Какой у этого парня есть близнецы? Если у него еще этот, как его... Вещички такие военные. Блин, странно. Парень, походу, на 20 каком-то этапе, но у него еще военные детали. Скорее всего, по тактике моей пытается поднять себе рейтинг. Отлично, отлично. Отлично же? Да, отлично. Мы его хорошенько так подняли и можем даже успеть застрелить. Четыре победы. Очень хорошо идем, друзья. Очень пока хорошо идем. Интересно, сможем хотя бы раз сделать серию побед? Ну, нет, блин. Комета это просто имба против классики. В очень редких случаях все-таки классика сможет поднять комету. Вот. Частенько я тоже замечал. Сейчас сам играю на комете и не очень получается, как бы, у... Как бы классики поднять комету. Так, продолжаем дальше. У нас до сих пор четыре победы. Два противника нас все-таки одолели налегке. Этот парень, думаю, тоже нас одолеет. Тут уж мы даже в него не попадаем. Все-таки вот это переднее колесо, оно нам достаточно сильно усложнило задачу. Ну, здесь циркулярка, ребята. И думаю, тоже, что без шансов просто урон все-таки здесь решает вот в этой схватке. Ладно, смотрим дальше. Еще две победы, ребята. Мне нужно как бы это сделать. Ох ты ж, какой жесткий парень просто. Ну, нет, здесь тоже урон все-таки решает. Циркулярка, близнецы. Тут вообще целый набор против меня был аж. Так, ну здесь мы слишком быстро к нему подъехали. Может быть, был бы шанс, если бы, конечно, нас не трогал вот эта циркулярка. Но мы слишком быстро к нему подъехали. Снова комета, снова циркулярка, без шансов. Дальше смотрим. Вот этого парня было бы классно поднять, но снова комета. И, блин, без шансов. Фух. Сложновато идет все. Ну, тут, блин, наверное, выходить сразу стоит. Потому что, ну, вы видите, да, то, что у него снова циркулярка. Он нас еще, небось, перелетит, потому что у него нитро сверху. И тоже победить мы не сможем. Здесь ковшик. Здесь ковшик у парня. Но, если мы его, конечно, поднимем, может быть, его ковшик даже никакой роли не сыграет. Отлично. Но, блин, он нас заталкивает просто по-жесткому назад. Отлично, отлично. Пока что все хорошо. Самое главное, мне сейчас его первым затолкать. А, мы его и так убили. Хорошо. Пять побед у нас уже есть. Это супер-классно. Еще одна победа. И тогда мы полностью выполнили этот челлендж. И я, на самом деле, этому рад. Потому что я очень давно хотела... Ох ты ж, как классно мы заехали под него. А это у нас серия из двух побед аж. Хоть это и не учитывалось, но я считаю, что это круто. То, что мы таким танком смогли даже серию из двух побед сделать. Отличненько. В общем-то, давно хотел выполнить этот крутой челлендж. Просто у меня не было возможности. Из-за того, что... Вечно у меня ящики со звездочками. И вот, наконец-таки, я перешел в престиж. Где, ну, мне пока что достаточно тяжело набирать звездочки. Хотя вот сейчас уже более-менее я начал их набирать. Ой, коронки. Ну, и как-то, не знаю, вот у меня остался ящик. Я решил и супер ящик оставить, и деревянный. И вот как-то мне повезло, из деревянного аж два корпуса выпало. И я смог, как бы, выполнить этот челлендж. Мне на него понадобилось... Вот я сейчас вижу, сколько я записывал. 12 минут. Уж я округлю так немного. И не буду считать то время, которое я с вами здоровался, рассказывал. Ну, в общем-то, на 12 минут все-таки этот челлендж вышел. Парень говорил, что надеюсь, что этот челлендж интересный и займет немало времени. Ну, мне он показался действительно интересным. Самое главное то, что он был написан так очень интересно. Потому что такого челленджа я еще ни у кого... Ну, как? Я вообще челленджа еще ни у кого не видел по игре Cats. Но, как бы, люди, которые писали эти челленджи, вот у него написано было больше всего. То есть я уж точно изначально решил то, что его челлендж я выполню. Потому что этот парень реально очень серьезно к этому отнесся. И я как бы подумал, ну, блин, если я этот челлендж просто не выполню, и мне это будет просто непростительно. Потому что парень явно видно то, что старался. На прощание мы, наверное, откроем один вот этот вот супер ящик, который у меня без коронок. И посмотрим, что из него интересного выпадет. Близнецы, потом луноход. Циркулярка. Лазер на 4 звездочки. Ну, что-то ничего такого прикольного, кроме вот этого вот Бигфута. Покажите-ка мне его. Это, блин, он просто идеально подходит под мою комету, которую я, ну, использую в последнее время. Ну, ладно, сейчас не об этом, друзья. Мы выполнили очень классный челлендж. Я продолжу их выполнять, если вы будете, конечно, мне в комментарии писать их. Я все комментарии, которые вы пишете под роликами с челленджами, просто все до единого читаю. Я выбираю самые-самые классные. Именно этот челлендж я уже давным-давно выбрал. Просто, ну, пока что тогда у меня не было возможности его выполнить. Сейчас она у меня появилась, я его рад то, что выполнил. И на этом ролик мы, наверное, закончим. Не забывайте, ребята, подписываться на мой канал, подписываться на мою группу ВКонтакте. Там частенько выходят, ну, верные прогнозы на ставки в Кэтс. Ставьте лайки, пишите комментарии с челленджами. Всем огромное спасибо, ребята. Удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok